За 10 лет существования центра на свет появились тысячи жителей Иркутска и всей области, а количество рожениц превысило 90 тысяч. Мама всего города. Так называют главного врача ИГПЦ имени Малиновского Ирину Ежову. Она отмечает юбилей нового здания. Важное событие не только в жизни иркутян, но и всего региона в целом. Строительство этого корпуса дало второе дыхание одному из самых старейших медицинских учреждений. Его многие знают как роддом на Баграда. Сейчас на площади около 14 тысяч квадратных метров расположились 20 индивидуальных родильных залов, 77 палац совместного пребывания матери и ребенка. Общая стоимость строительства нового блока составила более 1 миллиарда рублей. Прискнули, значительную часть бюджета городского запланировали на этот объект. Строители не подвели, специалисты не подвели. Самое главное, мы сейчас видим, по прошествии 10 лет не подводят и медики. То есть это место, куда стремятся попасть. Роженицы для того, чтобы получить качественную медицинскую помощь. В этом году был принят закон, который устанавливает с нового года, с 1 января 2024 года, выплату регионального материнского капитала для семей, в которых будет второй ребенок. Поэтому работы в Иркутском городском перинатальном центре, я думаю, что прибавится. Сегодня это мощное и динамично развивающееся учреждение. Центр относится к высшей третьей группе учреждений родовспоможения. В этом году в центре выходили малыша, который весил всего 380 граммов. Здесь работают врачи от Бога. Важную дату им вручили награды от законодательного собрания Министерства здравоохранения Иркутской области и благодарственные письма от мэра. Мы второй год уже занимаем второе место в перекличке перинатальных центров России, перекличке городских перинатальных центров по России. В этом году их участвовало 53 учреждения, и мы заняли второе место, второй год традиционно. Центр постоянно стремится к развитию, к обеспечению все нового и нового оборудования. Мы сменили на сегодняшний день лабораторию, поставив высокотехнологичный экспертного класса лабораторное оборудование. Оно нам тоже необходимо для того, чтобы сопровождать нашу медицинскую деятельность. Ну и, конечно же, это люди, которые за последние два года значительно увеличили свою квалификацию присвоением высших эвакуационных категорий. Также в этом году случилось еще одно значимое для Иркутского перинатального центра событие. Ему присвоили имя Михаила Малиновского – советского акушера-гинеколога, который всю жизнь посвятил изучению вопросов оперативного акушерства. Юлия Бархатова, Иван Прокудин. Новости. Сейчас.